Здравствуйте! Сегодня 30 мая и сегодня... Ой, в смысле 30 мая? Сегодня 30 апреля. Начинаются выходные. Вот уже практически неделю эти томаты, они стоят в теплице и, в общем, им стало намного лучше. Начали расти хорошие листья. Вот, они начали утолщаться постепенно. Конечно, лучше всего, конечно, выглядят те, которые должны быть в открытом грунте. Вообще, красота! Вот, а те, которые должны быть в теплице, выглядят пока не особо хорошо. Но, в принципе, сегодня я их уже буду высаживать. Но не в открытый грунт, те, которые для теплицы. Видите, некоторые вытянулись, ну, очень-очень сильно, и я их попробую посадить лежа. Попробуем. Вот. Видите, опять же, вот для теплицы сорт. Видите, как он вытянулся. Ну, сейчас, сейчас вот он более-менее пойдет как надо, тому, что тут уже и условия получше, теплица-то. Вот. Ну, а гномы выглядят очень хорошо. Видите, зеленые. Уже, вон, сейчас пасынки некоторые давать начнут. Все зеленые стоят, эти позже посадили. Они еще маленькие, но маленькие будут хоть выглядеть по-человечески. Вот они начинают расти. Видите, расти начинают прямо как надо. Это в одной теплице. Но вот пока я начну вот эту траву убирать, думал сначала не убирать. Нет, потом подумал, что надо хотя бы часть убрать. Буду делать лунки. Вот. Сначала обработанную обычным торнадо, потом торнадо для лунок. Вот. Ну, и сейчас начну убирать траву. Вот пока освободил одну половинку. Есть у меня еще такое приспособление, как почвенный термометр. Он мне показывает, видите, 14 градусов. Это для почвы нормальная температура. Можно уже сажать их в грунт в теплице. Вот. Ну, в открытый грунт, конечно, сажать рано, потому что на улице еще холодно. Они будут просто выстаиваться в проходах. Вот. Крепнуть, выстаиваться в проходах. И пока что все. Сейчас буду сажать. И буду этапами показывать, рассказывать, что я делаю в этот раз. Вот. Теплица у меня 3 на 4. Выкапываю я в ряд 10 лунок. То есть в каждую теплицу влезет у меня по 40 кустов. Вот. В каждую лунку в теплицу. Потому что в том году у меня начали скручиваться томатов, листья от переизбытка неорганики. В этом году я неорганики добавляю меньше. Я добавляю личную скорлупу и совочек такой, вот полсовочка золы. В каждую лунку. Потом вот слегка перемешаю торнадо. Вот этим ум очень хорошо перемешивать. Видите? Прям хорошо перемешивается. Потом еще лунку сделаю совочком внутри этой лунки. А потом буду засыпать и поливать. Ну, в общем, все понятно. Следующую стадию дальше тоже включу, покажу, что я делаю. Ну, вот следующий этап. Отобрал сорта, которые буду сажать. И записал их, соответственно, в тетрадку. Вот. Ну, вот этот переросший. Попробую его как-то уложить. Вот. А эти все вроде более-менее ничего. Ну, вот этот тоже высоковатый. Тоже попробую уложить. Те, которые высокие, буду укладывать. Вот три высоких. Ну, вот, да. Даже больше высоких. Так что буду их укладывать. Некоторые нижние листья придется подрезать. Но это не страшно. Так, теперь помидоры уже присыпаны землей. Некоторые, видите, лежат в сторону, чтобы они меньше высовывались. Последний, конечно, слишком высокий. Ну, ладно. Посмотрим, что из него вырастет. Теперь у нас идет это полив. А потом надо будет сверху присыпать оставшейся землей. Ну, в общем-то, и на этом будет ряд посадки закончен. Палки ставить им еще рано. Они еще не выпрямились, не выправились и не начали расти как следует. Ну, вот, я присыпаю землей. Вот, а вот лунки уже политые. Уже политые. Вот так вот присыпаю землей. А потом помидоры поднимутся. Вот. Ну, ладно. Пока буду дальше присыпать землей. Ну, вот. На сегодня посадка закончена. Сегодня посадили одну теплицу. 39 кустов. Теплица 3 на 4. Вот. Теплица мне нравится. Видите, двойная конструкция вот этих вот труб. Вот. Видите, еще осталось рассады. Это на открытый грунт еще. И на теплицу. На вторую. Вот. Палки пока еще не ставил. Палки буду ставить, когда томаты все выпрямятся. Ну, а на этом все. Увидимся в следующих видео. Сейчас в теплице 18 градусов. Хорошая температура. Они и закалятся, и расти начнут как следует. Продолжение следует... Ну, это лучше.